Авиакатастрофа привела в ужас россиян 7 ноября 2020 года. Популярный ведущий ток-шоу и соведущей Леры Кудрявцевой Александр Колтовой погиб. Самолет Cezna, которым он управлял, рухнул в Подмосковье. Вместе с ним на борту самолета находилась Наталья Климова. Она тоже погибла. 7 ноября 2020 года. Самолет под управлением Колтового следовал в Рыбинск Ярославской области. Ведущий подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но машина загорелась. По предварительным данным, через несколько минут после взлета загорелся двигатель. Огонь уничтожил Cezna почти полностью за 5 минут. Перед вылетом судно успешно прошло все необходимые проверки. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В качестве версии произошедшего рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Фрагменты сгоревшего самолета отправят на экспертизу. Продолжается изучение технической документации воздушного судна. Полученная в ходе следствия информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов очевидцев авиапроисшествия, показаниями свидетелей, сообщила представитель следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская. На борту самолета во время трагедии находилась пассажирка. Сначала сообщалось, что это супруга Колтового. Однако ведущая Лера Кудрявцева, коллега Колтового, опровергла это. Чуть позже телеграм-канал 112 раскрыл личность женщины, погибшей во время крушения самолета в Подмосковье вместе с ведущим НТВ. Стало известно, кто находился на борту с Александром. Девушку зовут Наталья Климова. Ее тело опознали, уточняется в сообщении. Климовой было 33 года, она была сотрудницей одного из банков. Климова коренная москвичка, выпускница факультета технотронных архивов и документов историка архивного института РГГУ. Стало известно, что успел сказать диспетчеру перед крушением самолета Александр Колтовой. Об этом рассказал инструктор полетному делу Тимур Сатаров, который и научил телеведущего летать. Он успел доложить диспетчеру во Внуково, что на борту пожар, и он будет принимать решение идти на вынужденную посадку. Помимо этого, Сатаров рассказал, что Александр был подготовленным пилотом. Он летал давно, много и на разных самолетах. По словам инструктора, они постоянно отрабатывали все процедуры и на отказ двигателя, и на посадке. Высказал эксперт мнение и по вопросу, почему Колтовому не удалось успешно приземлиться. Дело в том, что его самолет летел над Новоризанским шоссе, где проходят трассы захода на посадку во Внуково, Домодедово и Шереметьево. Чтобы маленькие самолеты не мешали заходам больших, их снижают на высоту 100-150 метров. С этой высоты маленькие самолеты могут пролететь с отказавшим двигателем от полутора до трех километров, постоянно снижаясь. Это если мы говорим о дистанции, без учета препятствий. Но там все вокруг застроено, лэп, трубы ТЭЦ, много других строений. Очень сложный рельеф. Было бы поле, Саша справился бы, сказал Сатаров. Он добавил, что телеведущий пытался найти территорию, на которую можно было бы сесть, но, скорее всего, его отвлек пожар в салоне, сообщает НТВ. Колтовой родился в 1979 году, 30 мая в Москве. Мама будущей звезды работала микробиологом в ней, а отец – ведущим инженером на предприятии с космическим направлением деятельности. Маленький Саша планировал посвятить свою жизнь геофизике. Ему нравилась идея путешествовать по стране в рамках экспедиции геологов, сидеть у костра и петь песни. Когда ему исполнилось пять лет, он увлекся компьютерной техникой. В 1994 году Александр начал учиться в Лицее информационных технологий номер 1533 по направлению программирования. Александр стал пробовать себя в создании виртуальных страниц и в 1998 году создал свой первый сайт. Спустя два года он устроился на работу в фирму Агама, в которой возглавил проект по созданию коммерческого направления. Но он отошел от технических специальностей и прошел обучение в школе журналистики Интерниус. 27 октября 2001 года Александр Колтовой стал известен. В свет вышло реалити-шоу «За стеклом», в котором он провел неделю. Но этот опыт стал для него серьезным толчком в создании карьеры на телевидении. После ухода из шоу Александру поступило приглашение на роль ведущего в программе сеть на канале ТВ6. Именно так началась профессиональная карьера журналиста на телевидении. Тут же он получил должность редактора в научном глянцевом журнале. Спустя четыре года Александр занял кресло главного редактора и режиссера передачи «Галилео» на СТС. В 2012 году перешел на телеканал «Наука 2.0», где работал ведущим в цикле документальных фильмов «Технологии спорта» и «Секреты рекордов». Параллельно он проводил опасные и экстремальные эксперименты в передаче на пределе. С весны 2018 года Колтовой возглавил популярное шоу на НТВ ДНК. Ее гости – простые люди и звезды шоу-бизнеса, которые пытаются разобраться в семейных конфликтах. Последний пост Колтового в соцсети Instagram – это три видеополета и две фотографии с неба. Дата похорон пока открыта. Его коллеги с канала НТВ, родные и друзья о дате прощания не сообщали.